Всем привет, я начинаю серию влогов. Я не знаю, как меня тут слышно, я вообще не подготовилась и не сняла дома. Но я уже пришла в ресторан, жду свою подружку и тоже потом все покажу и расскажу. Приехала моя подружанька. Как вам? Это девушки, что вы понимаете, я на каблучке. Это чисто тренд, я и моя взрослая. Я и моя взрослая подруга. Если что, она старше меня. Кстати, ты знаешь, что многие думают, что я выше. Чего, меня? Нет, вообще, мой рост как бы высокий. Но нет. Мы с Агатой пришли в ресторан, как называется? Ку... Клю? Кло? Кло. Вот тут будет название, вот так. И, короче, мы заказали булочку с нутеллой, мы не будем вам ее показывать. Да, мы ставим сюда кадры, как это все выглядело, и это очень вкусно. Если вы любите сладкое нутеллу, то... Да убери телефон, скажи все впечатления. То есть, можно ли выходчик камерный с кем-то? Нет. По ресторану. Ну, я думаю, восьмерочку можно поставить, да? Ну, я бы больше поставила бы. Потому что мы попробовали, было очень вкусно. Да. Мало людей. Дешево, по сравнению со всеми ценами. Да. И хорошая расположение, и очень вкусно. Да. Все, до встречи. Чтобы вы понимали, чем вышла я, это пуховик на минуточку. И она. Мы будем думать, что нас видно. Сейчас октябрь. Я в пуховике, мне очень холодно. Мы вышли из ресторана. Можно идти впереди. И на нее просто. Я не знаю, я вам честно говорю, я вот так, очень холодно. Сколько у нас счет вышло, кстати, мы не так и не сказали, не показали. Три, мне кажется. Да, три с чем-то. Это, кстати, очень бюджетно для Москвы считается. У нас десерт, чай, кофе, блюда, закуски, батаре. Я так сказала, как бы, ты знаешь, мы по огромному блюду брали. Ну, я взяла пасту. А, ну извините. Ну, у нас, получается, ты выбрала поп-корн. Короче, я напишу, что тут было. Сейчас мы идем гуляем. Вот. Вот. Мне кажется, что мы вообще не в ровном этом, но ладно. Так? Да. Вот, честно, в такую погоду мне не хочется делать ничего. Я не знаю, что будет в этом влоге, если честно. Что там должно быть такого интересного? Чтобы я его смондировала. Чтобы я его смондировала, реально. Потому что мне хочется смотреть «Зимородок» и валяться. Я говорю, короче, напишите всем в комментариях, что богата посмотрела «Зимородок». Она его не смотрела. А я говорю, что он классный. И все мысли только о нем. Короче, все, ладно. Забирай телефон. Вообще холодный, трэш. Держи. Забирай. Где он для них? Кстати, кто не знал, я вообще такая, это, нудячная. Со мной дружить, это вечно сучит моё. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. У меня всегда что-то холодно. Это жарко, это холодно. Это жарко, это вкусно, это вкусно. Обычно знаете, как мы места выбираем? Я говорю, Настя, пойдем туда. Нет. Я хочу, чтобы мне было вкусно. Я говорю, там вкусно. Не знаю. Да, то есть если я хожу в какие-то места, то определенные, потому что мне должно быть вкусно. Когда я скинула ей вчера это место, она такая, окей, давай туда. Я такая думаю, чего? Вы что? Вы сразу согласились? Всем привет. Я сейчас буду собираться, выезжать на Лилу. Что такое Лила? Это древняя игра, которая связана, наверное, с психологией. Вот. Короче, посмотрим вообще, какой будет опыт. Вот так вот. Так, я пришла на Лилу. Если честно, мы уже почти отыграли. Я стою вот тут. И у меня много-много записей. Одна из самых ответственных. Да. Я напишу вас, с кем я проводила игру. Это София. Вот. Я, мне кажется, быстро прошла, да, достаточно? А ты еще не вышла. А. Тут еще... Адьос. Напишу, как выйду. Я думала, что тут один кубик остался. И у тебя единичка, мы спускаемся из небесной земли и продолжаем играть в один кубик. Все, ладно, я пошла. Я, походу, опять опаздываю. Но не точно. Я не могу записать нормально уже подводку к этому влогу, потому что... У меня сверлят соседи. Вот. Короче, я сходила вчера на Лилу. Мне очень понравилось. Сейчас я еду на массаж, именно не на РСЛ, а уже ручной. Конечно, настроение сделать... Да, вообще не знаю, слышно ли я или нет. Настроение сделать расслабляющий, но я выхожу к программу, вот. Поэтому нужно, наверное, сделать антицидуэтным. Настроение весна, март мой любимый месяц, потому что на улице светит солнышко, прохладно, я уже в пуховике. Вот, но, блин, не знаю, настроение прям такое необычное, скажем так. Хотя сюда... После, кстати, вчера я видел, я очень много плакала, не знаю, что это было. Меня все расстраивало, я много думала, у меня были тяжелые мысли, вот, из-за которых я плакала. И, что еще хотела сказать... Вот, но сейчас я вышла на улицу и прям настроение поднялось. Смотрите, как красиво. Все, я уже пришла на массаж. Раньше, кстати, что мне не свойственно. Сейчас я попью чуть-чуть чая и уже приступлю к процедуре. Я уже, если честно, давно на массаж. И мне, кстати, не больно, потому что я уже привыкла, мне сказали. А что за подпольная съемка? Вы не ожидали ее увидеть? Подпольная съемка! День-два, просто ничего не меняется. Я не знаю, как она ходит так, потому что... Ну, на улице. Покажи меня. А у меня зима в сердце, на душе. Знаю я, что можем мы друг без друга. Вы кушайте. Я малышка. Я хочу, чтобы меня грели так же. Я не знаю, что тебя греет. У меня молечка. В общем, реально сегодня уют. Смотри, какой крутой костюм, да? Да. Он так подчеркивает классную фигуру. Это чикенбургер и батат. Агата заказала себе салат и пирог. Если вы будете в ресторане дачи, обязательно попробуйте батат. Очень вкусный. Именно такой, не фри который, а вот такой. К счет на двоих у нас вышел 3590. Как тебе? Вкусно. Да, мне тоже очень понравилось. Очень вкусно. Но шумно. Чуть-чуть, если присматриваться, то шумно. Но нам это не мешало. Вкусно. Мы ставим этому месту 10. Да, 10. Третья такая у нас вообще шкала. Но мы ставим 10. Да. А в прошлый раз, по-моему, 5 было. Пятибальная. Тогда пятерка. Мы ставим много. Настя, если что, я ей показываю третье место. Третье место. Третье место вкусно. Причите с Агата, она у вас хоть вкусно кормится. Да, факт. И она хотела в Лаке. И так случилось, что мы пришли в Лаке. Что это Лаке? Мечты сбываются. Спасибо. Карта желаний, практика, аферогон. Все работает. Все работает. Мы идем в магазин. Что? Мы идем гулять. Мы сейчас в магазин что-нибудь зайти? Очень логично. Все, да. Я опять без подводки к видео, но я пошла на бровки. До встречи. Мешаю человеку. Такие красивые бровки получаются. Мы сделали бровки. Пойду на реснички. Так, девочки, ко мне приехала посылка из Киплукинга. Там то, что я хотела очень давно. И хотела попробовать этот бренд, потому что все его хвалили. Сейчас раскрою и вам быстро покажу, что там. Тут умывашка от Ультра Сьютиклс и бальзам для волос. Сейчас все раскрою, тоже вам покажу. И какие-то маленькие пробники. А, кстати, от комфорт зоны мне почему-то сейчас их стало так много. Всяких разных пробников. Сейчас будет рубрика «Пустые баночки». Это единственное место на кухне, где нормальный свет, потому что дома уже темно. Поэтому быстро сейчас с вами все снимем. Расскажу, покажу. Целый пакет. У меня закончилось все. Абсолютно все. И скоро будет тотальный закуп. Поехали. Ну так, мне надо держать. Первое. Супер крутой шампунь. Мне очень понравился. Покупала его в... Он вообще подается в масс-маркете вроде. Очень крутой аромат. Волосы потом шелковистые. Обязательно повторю, если у вас нет классного шампуня, то попробуйте вот этот. Вообще супер бюджет. Маска L'Oreal. Не скажу, что она мне понравилась и супер вау. Волосы после нее не крутились на Dyson вообще. Потому что, наверное, были очень плотные. Но эффект на один раз. То есть, после на вторую-третью смывку уже волосы как были, так и остались. Гель для душа. Кстати, он почти не закончился. От Synergetic, Synergetic, не знаю. Правильно? Точно нет. Мне вообще не понравилась ни отдушка, ничего. Поэтому минус. Повторять не будем. Моя умывалка. Она уже разбавлена водой была. Рейская умывалка из золотого яблока. Мне очень понравилась. Буду покупать ее еще не один раз. Покупала в золотом яблоке. Она не очень дорогая. Сейчас я пользуюсь умывалкой от UltraCuticals. Она мне нравится больше. Но, если сравнивать с бюджетом, это тоже хорошо. Удаляет макияж. Я люблю умывалки. Это все быстро. В душ зашел, смыл и все. Так, гель для стирки. По предыдущему блогу можно понять, что нет, нет и нет. Не знаю, не было никакого аромата. Вещи были все очень жесткие. Ой, это кондиционер. Я вам вру. Я для стирки уже давно выкинула. Кондиционера, короче, тоже нет. Вообще никакого ни аромата, ни этого, ни мягкости. Поэтому нет, повторять не буду и вам не советую. Так, супер крутое масло для волос. Покупала его. Блин, так жалею, что оно закончилось. Очень понравилось. От Vella покупала, где красила волосы. Вот так вот оно выглядит. Если пойду в тот же салон красить волосы опять, то, конечно же, куплю его еще раз. Да, прям сто процентов, да. Вообще не грязнит. И как уход тоже классный. Тут у меня была маска. Она у меня, чтобы вы понимали, по секунду. Разделена на две такие части. Потому что я до последнего ее использовала. Очень ее люблю. Нравится и аромат. Короче, прям, да. Так она выглядела. Короче, думаю, многие знают, многие пользуются. К-18. Люблю. Точнее, от любви до ненависти. У меня было всегда пару шагов. То я не любила это средство, то потом плотно пользовалась. Не бюджетная, но какого-то супервау эффекта я не видела в нем. Но эффект был. Вот. Не вау, но эффект был. И последнее. Не знаю. Может, пока выйдет заблок, у меня еще что-то накопится. Вот. Это были султан баночки. Этот крем, короче, у меня стоял очень давно. Это крем невесты. Чтобы вы понимали, он должен быть светло-розовым. Но из-за того, что я туда лезла автозагаром давно еще когда-то, он превратился в такой темно-коричневый. Плюс он заветрился. Короче, он уже все явно. Тут было, господи, бальзам с розой или как он назывался? Да, ночной бальзам с розой. Я им потом вообще смывала макияж. Его нужно было вроде наносить как крем, но я им умывалась. И эффект был как от гидрофильного масла. Поэтому не знаю. Ну, это очень дорого на самом деле, для таких баночек малюток. Но, ой, кстати, я вот сюда положу эти ватные палочки. Я видела, как вот некоторые кладут девочки в свечи свои. Мне кажется, это очень отлично. Вот. Девочки, уже вечер сегодняшнего, кстати, дня. Сегодня я достаточно много сняла. И ко мне приехали мои посылки. Их сразу две. Когда-нибудь я, наверное, буду пересматривать свои влоги и думать, что это за ужасное качество. Но сейчас я спасаюсь как могу. Поэтому простите. Так. Первые посылки быстро расскажу вам. У меня тут халат. Да. Смотрите, как все красиво выглядит. Масочка. Очень приятно. И вот такая вот бумага. Так. Тут пояс к нему. И непосредственно сам шелковый халат. Очень красивый. Длинный. Приложу фотографию, как я в нем выгляжу. Мне очень нравится. Я давно мечтала о таком халате. У меня был мой. Вы видели из золотого яблока. Но моя мамулечка сказала то, что она тоже его хочет. И я дала ей его. Вот. Вот. Поэтому сейчас у меня вот такой вот. Я безумно рада. Напишу, где я покупала. Вот тут вот. Очень приятное качество. Просто невероятное. Буду теперь красиво ходить по дому. Следующая у нас это сумка. У меня есть уже сумка от этого бренда. Это самая вместительная и самая удобная сумка. Поэтому мы сейчас с вами сделаем вторую распаковку. Блин. Это прям будет. Я очень надеюсь, что это будет очень красивая сумка. Она в белом должна быть в цвете. Насколько я помню. У меня тоже в белом цвете. В таком молочном. Потому что цвет молочный такой красивый у них. Она вообще не пачкается. Та-дам. Как я люблю распаковку. Так что напишу тут, где заказывала. Ой, смотрите, как красиво. Та-дам. Просто раз. Готовы. Два. Мне уже нравится, если честно. Два-три. Вот такая вот красивая малышка. Мне очень нравится. Я думаю, что она, видите, похожа по форме на знаменитые сумки. Вот тут сейчас прикреплю фотографии. Короче, все. Я довольна своими распаковками. Все красиво сниму при нормальном свете. И выставили ютубы. Я снимаю так. Типа, знаете, лайф. Прям супер-супер лайф. Когда быстренько все снял. Вообще не заморачиваешься, что говоришь. Снимаешь. Короче, все. Я осталась довольна. Просто невероятно. У меня и халат, и сумка. Вот так вкусно. Ладно. До встречи. Сегодня новый день, и я с этими курочками. Пару слов, пару слов скажите. Пару слов. Я приехала из Краснодара где плюс 26. Аня, ты что скажешь? Я ждусь дома, жареная картошка. А мы ее не отпускаем. Говорим, чтоб она сидела с нами. Мы опять с дачи. Я вам всем... Я уже была просто. В этом во влоге был. И я вам всем сказала, чтобы показали все то, что я была в предыдущем моменте. Я съела па... Нет, нет. Я съела пасту. Срочетала что-то там. Тоже топчик, пушка. Почему запустила брончик? Захват.